Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие соотечественники, самые лучшие, самые любимые, самые необыкновенные жители Великой России. Я хочу вам сказать, что традиции Российской Федерации очень важны для каждого из нас. И если честно, в каждом генетически заложена любовь и к балам в том числе, и к истории, и к нашим великим предкам, которые были не только победители, но они всегда танцевали на балах, всегда. И мы стараемся создать такую обстановку домашнего бала, красивого, чистого, достойного, чтобы каждый, кто побывал на нашем балу, чувствовал себя настолько с хорошим настроением, потому что музыка классическая, ее сейчас нигде не услышишь в течение 7 часов, она оздоравливает каждого человека, это доказано наукой, доказано медициной. Я хочу пожелать всем молодым людям Великой России, живите так, как жили наши великие предки. Пожалуйста, ради всего самого лучшего, что есть на земле, сохраните эти традиции, возродите эти традиции, интересуйтесь, кто были ваши деды и прадеды, кто были ваши любимые бабушки и прабабушки. Они дали вам все, они дали вам лицо, глаза, гены. Любите их, молитесь за них, молитесь за великую Россию, молитесь за великого президента Владимира Владимировича Путина. Ему так тяжело, ведь крест просто настолько тяжелый, чтобы каждому человеку по силам его понести. Дай Бог здоровья всем, 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 кто родился в России, всем, кто живет и жил в России. Пожалуйста, любите Россию, берегите Россию, защищайте Россию, счастья вам и радости. Работайте день и ночь, чтобы Россия наша процветала. Спасибо, счастья вам и радости. Добрый вечер, дамы и господа. Я заслуженная артистка России Валентина Воронина. И сегодня я ведущая 10-го юбилейного императорского бала. Конечно, как исполнительница народных песен, мне очень нравится, что возрождаются наши старинные русские традиции. Огромный интерес к этому балу. Я смотрю, тут люди разного возраста, разных профессий. И это очень приятно. Приятно о том, что мы говорим сегодня о нашем замечательном русском празднике Масленица. Я пользуюсь случаем, поздравляю всех, кто сейчас или слушает, или смотрит нас с этим прекрасным праздником. Счастья, радости, удачи, успехов, процветания вашим семьям и, конечно же, нашей великой России. Я вас люблю. До новых встреч. Меня зовут Леонид Исаев, и я один, думаю, из немногих счастливчиков, которые не пропустили ни одного императорского бала, начиная с 7 ноября 2013 года, когда в этом зале наша дорогая Надежда Александровна Журавлева положила прекраснейшую традицию возрождение тех балов, которыми славилась дореволюционная Россия. И сейчас можно сказать, что у нее это великолепно получилось. Каждый бал становится все лучше и лучше. Здесь всегда можно встретить замечательных людей из абсолютно разных сфер, которых объединяет любовь к нашей замечательной стране. И, конечно, такие мероприятия, как императорские балы, они объединяют абсолютно разных людей. Прежде всего потому, что, попадая сюда, ты видишь перед собой всю историю нашей великой Родины. Достаточно посмотреть на интерьеры. Каждый плакат с изображением монарха – это, по сути, отдельная эпоха, без которой Россию уже невозможно представить. И очень приятно, что, придя сюда, всегда можно в эту эпоху окунуться. Добрый вечер, друзья! Я бесконечно счастлив присутствовать на таком красивом, прекрасном мероприятии. Дай Бог нам побольше таких замечательных событий, таких красивых внешне, внутренне и одетых людей. И чтобы все-таки наша культура приходила побольше к таким мероприятиям, к таким праздникам. Это такой класс! Давайте быть красивыми, красиво жить, красиво любить и радоваться жизни. Спасибо! Здравствуйте! Меня зовут Виолетта Дизюра. Меня сегодня пригласили выставить на таком замечательном мероприятии. Что хочу сказать об организации. Очень красиво, очень много замечательных платьев, которые одели дамы, красивые танцы и очень весело. Хочется пожелать удачи и, конечно, чтобы такие баллы продолжались в нашем мире. Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня я с огромной радостью, огромным интересом присутствую на этом мероприятии. Кстати, первый раз в жизни, потому что я гражданка Украины, я украинский журналист, меня зовут Елена Бойко. Я уже полтора года живу в Москве и в России. Вот первый раз на таком мероприятии. Здесь просто невероятное количество интересных людей, людей-легенд, которых я помню с экрана телевизора еще в своем детстве. Вот Николай Дроздов, вот двойник Сталина. Это изумительно интересные люди. А меня сюда пригласили мои друзья из молодежного движения «Фонд Время». Это молодежная организация российская, московская, которая занимается опекой над пожилыми людьми, ветеранами войны, ветеранами труда, артистами, писателями, композиторами, помогают им всячески, знакомятся и записывают их воспоминания. Вот я считаю, что это очень нужно и важно. Я сама сегодня присутствую тут, как журналисты с камерой и стараюсь максимально больше записать интервью у этих удивительных людей. Спасибо. Дорогие друзья, мы сегодня попали на прекрасное мероприятие. Я сама организатор праздников, генеральный директор компании «Карусель». И, в общем-то, очень рада за своих коллег. Сегодня есть что посмотреть. Сегодня много интересных людей. А самое приятное, у всех очень хорошее настроение. Я вам тоже желаю, посещайте такие мероприятия, приходите к нам. Ну и, конечно, как можно больше нашей истории. Это прекрасные танцы, это прекрасные люди. И у нас очень хорошая история. Я горжусь нашей страной. Спасибо вам и удачи. Бал очень интересный, все прикольно, круто, веселое настроение. Я очень рад, что попал на это мероприятие. Дело в том, что такие баллы – это редкость для Москвы, для России. И дай Бог здоровья тем людям, которые организовывают эту встречу людей. И, к сожалению, все меньше и меньше таких интересных мест, где предприниматели, соотечественники, вообще люди с такой красивой душой, внутренним миром могут пообщаться, поговорить, поговорить о возвышенном, интересном. И очень важно, чтобы мы не утеряли эту суть именно единения с душой, с делом, с красивым. И дай Бог, чтобы в дальнейшем такие мероприятия имели место быть, существовать. И Москва, мэрия, правительство Москвы, да и, наверное, региональные отделения должны как можно чаще проводить эти мероприятия для русских душей. И русские не только националисты, но и для русских людей, которые любят историю свою. Жаренников Николай Иванович, полковник с запасом. На сегодняшний день начальник отдела по социальным вопросам в Новой Москве. Данное мероприятие очень важное и очень нужное. Это наша история, которую необходимо знать. И сегодня так приятно видеть пары и молодые, и не очень молодые. Когда сегодня они так прекрасно танцуют, это просто смотришь и завидуешь этим людям. И так хочется им подражать, и так научиться танцевать, чтобы так же красиво себя вести вместе с своей партнершей. Такие мероприятия обязательно необходимо продолжать проводить, приглашать больше молодежи, привлекать различные наши исторические клубы, которые занимаются историей. Чтобы они, касаясь данного императорского балла, но при этом знали бы историю, как эти баллы проводились раньше, при каких императорах. Очень приятно. Хороший вечер. Я всех поздравляю с данным мероприятием, с данным праздником. Все доброе. Отец Виктор, эконом Христово-Одественского храма, со своими дочерьми Марии и Софии. Мероприятие очень хорошее. Мы любим эти баллы, посещаем их не первый раз. Для нас это история России, которая живет здесь и живет сейчас. Сейчас идет Масленица. Только сегодня утром для Первого канала мы давали интервью о нашей великой родине, о нашей России, Масленицу. И с Масленицы, с русского народного веселья мы попали на бал, более, так сказать, исторический, императорский, что очень символизирует наше нынешнее время. Здравствуйте. Мы ансамбль «Легаль» из таганского кадетского корпуса номер 1785. Нас пригласили на императорский бал. Мы для того, чтобы исполнить венский вальс в конце всей программы, мы рады этому предложению и нам все нравится. Спасибо большое. Атмосфера здесь достаточно душевная и очень приятная. Добрый день. Очень приятно присутствовать здесь на данном мероприятии, на московском операторском балу. Меня зовут Юлия Кирпичникова. Я являюсь также организатором Международного кремлевского кадетского бала, который у нас прошел буквально 8 декабря 2016 года. И Надежда Александровна нас пригласила для того, чтобы мы могли лицезреть это красивое мероприятие. Мы очень благодарны, потому что я как организатор могу четко сказать, какой это нелегкий труд, как это сложно, как это тяжело организовать такого характера мероприятия. Добрый вечер. Меня зовут Любовь. На мероприятии впервые. Очень все нравится. Благодарю за приглашение. И атмосфера волшебная просто. Спасибо большое. Добрый вечер. Меня слышно, видно хорошо. Очень рада знакомству. Меня зовут Анастасия Юнисова. Я профессиональная ведущая любых праздничных торжеств. И сегодня я оказалась на таком мероприятии, как 10-й императорский бал. Вы знаете, я хочу сказать отдельное спасибо организаторам, так как это потрясающее мероприятие, которое советую посещать всем без исключения. Потому что мало того, что ты окунаешься в свое прошлое, ты ощущаешь и пропускаешь это через себя. Это потрясающую музыку. Ты учишься чему-то новому. И это настолько воодушевляет, что хочется, чтобы таких балов было как можно больше. Мне удалось повальсировать с тремя кавалерами. Двое из них были молодые. Третий кавалер был в почтенном возрасте. И вы знаете, он был лучший кавалер. Он прекрасно вальсировал и смог меня повести как даму, которая не так часто вальсирует. Но вы знаете, с сегодняшнего бала мне хочется вальсировать все чаще и чаще. И появляться на таких балах. И вообще задумываешься о том, что они нужны людям. И с большим удовольствием, воодушевлением, энтузиазмом приходят леди, дамы и господа в потрясающих нарядах. И вальсируют, танцуют под играс, полонез, польку. Давайте объединяться. Ну что тут скажешь. Давайте ходить на балы, встречаться, общаться. И заряжаться позитивом и прекрасным настроением. И обогащаться нашей замечательной, любимой музыкой. До новых встреч. Я Геннадий Шишлин. Меня зовут заслуженный артист России, солист Москонцерта, композитор, байнист. И на этом мероприятии я впервые, кстати. Но думаю я о нем очень-очень хорошо и положительно. Потому что Надежда Александровна, с которой мы познакомились на одном из мероприятий, которое тоже здесь проходило в правительстве Москвы, нам вручали награду «Великие люди, Великой России». Мы получили из ее рук вот такие прекрасные награды. И с тех пор мы с нею дружим. И бесспорно мы сегодня очень рады, что нас пригласили на это мероприятие. Настроение, ну я бы сказал, такое лирическое, ностальгическое, приятное. Вообще, чтобы вжиться в дух той эпохи, наверное, нужно все-таки пожить было бы немножко там. Но учитывая, что мы уже совсем в другом времени, и я думаю, что вот тот дух, который сегодня здесь витает, он все-таки нас возвращает в то время. И ощущение от праздника, праздника такого душевного тепла, и той ушедшей России, я думаю, что останется у многих на долгое время, ну, как минимум, наверное, до следующего балла. Поэтому я всем желаю в начале этого года это настроение сохранить до следующего балла и обязательно, обязательно подготовить костюм той эпохи. Почему? Потому что наиболее точно ты себя ощущаешь в том костюме, в котором ты, наверное, был бы, наверное, в том времени. Вообще прекрасно, мне кажется, без машины времени вернуться туда. Когда уже 200-300 лет назад, наверное, эти баллы проходили, вот такое ощущение сегодня есть, но оно должно еще, наверное, улучшаться, улучшаться, улучшаться. И я надеюсь, что москвичи с большим удовольствием будут с каждым годом приходить на этот балл. И это помещение будет мало в следующий раз. Наверное, придется, ну, как минимум, лужники снять для этого мероприятия. Спасибо большое организаторам. Мы очень рады и счастливы, что сегодня на этом прекрасном вечере находимся. Меня зовут Екатерина Кирьянова. Я музыкальный руководитель российско-белорусской группы «Белорусская пуща». И сегодня мой коллектив на таком мероприятии впервые. И нам очень приятно, что Надежда Александровна Журавлева пригласила нас выступить на данном мероприятии. Это потрясающее для многих, в том числе и молодежи, событие. Очень приятно, что не только старшее поколение ходит на баллы, но и молодежь, которая, как мы выяснили, сегодня готовится, изучает танцы различных стилей и приходит сюда, дабы показать свое мастерство. Девушки готовятся в красивых бальных платьях. И атмосфера особая. Я считаю, что такие мероприятия должны проходить как минимум хотя бы два раза в год. И спасибо огромной Надежде Александровне за предоставленную возможность побывать в том, в том, в прошлых веках, в которых такие балы были постоянные. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, меня приполняют просто эмоции И я не могу подобрать нужные слова Но мне очень понравилось То есть я знал, что будет, что мне понравится Меня звали ребята, мне говорили, да, давай, пойдем Но настолько хорошо я не думал, что будет И нас учат танцевать бальные танцы Но не все, кто сюда приходит, они умеют танцевать И поэтому очень было интересно научить этих людей Помочь им танцевать Помочь им спокойно себя чувствовать на паркете И мне кажется, это главная вообще роль партнера на балу Меня зовут Александра Лазовская Я хочу всех мужчин поздравить с мужским праздником С праздником защитника Пожелать всего самого наилучшего Крепкого здоровья, счастья, любви И великого вдохновения Это великой женщины России Приглашаем вас всех к нам в гости Для того, чтобы создать образ Как русского мужчины, так и русской женщины В синтезе внутреннего и внешнего выражения человека В современную эпоху Дорогие друзья, мы находимся на очень Совершенно эксклюзивном мероприятии Это Московский императорский бал Представляете, Московский императорский бал Где дамы и кавалеры танцуют бальные танцы Классические Па-де-де, па-де-труа, па-де-патинер, полонез и все прочее И причем возраста По крайней мере, ну, дамы все молодые, конечно От 80 до 18 А вот кавалеры Здесь есть аристократы За 70, за 80 лет Которые прекрасно легко танцуют эти бальные танцы Уже свои больше полувека И есть кадеты Из современных кадетских училищ Которые тоже уже научились этим бальным танцам И вместе со своими дамами любого возраста Прекрасно их здесь исполняют вот так по кругу Есть здесь режиссеры этих танцев Которые поправляют, учат и доводят до совершенства И все это так интересно и так приятно И вы знаете, все, что вокруг, все общество Они тоже чувствуют себя вот участниками этого благородного собрания Благородного в самом хорошем смысле этого слова Отношения между мужчинами и женщинами Отношения в семье Здесь молодые и пожилые семьи всех возрастов Знаете, и так это все поучительно Не только трогательно, но поучительно Потому что хочется, чтобы во всей России Было очень доброе и внимательное отношение К семье, к воспитанию детей К воспитанию культуры, к семье, в обществе Чтобы ушла из жизни иногда существующая еще какая-то грубость Но пошлость, то, чего нам не нужно Это делает нас ниже ростом Понимаете ли? А если мы будем вести себя так, как положено По всем правилам хорошего тона Наша Россия гораздо быстрее воспрянет Распрямит плечи и станет самой великой страной мира Что, собственно, является мечтой каждого народа Стать великим Правда? Вон Америка тоже Давайте сделаем Америку великой Ну пусть попробуют Я думаю, мы в России сделаем это быстрее, чем это сделает Америка И вот такой императорский бал Я считаю, достойен быть не ежегодным, а ежеквартальным Раз в квартал проводить такой бал Это не такие большие временные и какие-то финансовые затраты Собирается фуршет И вот такой бал Он воспитывает молодежь И мы, старшие поколения, можем передавать молодежи свое знание Вот благородного поведения Доброго поведения Внимательного поведения к старшим Внимание к традициям Вот вы говорите, императорский бал У нас же нет империи Правда? Ну, естественно, и нет империи У нас республика Но Напомню вам Напомню вам, что наш герб Полное соответствие герба императорской России Это принято нашей республиканской власти В нашей Госдуме утверждено Почему? Потому что Это не значит, что у нас империя Это значит, что мы храним традиции нашей тысячелетней России И Россия имеет тысячелетнюю историю И мы поэтому с удовольствием поем такую песню «Россия наша вечная держава» Вот эту песню очень хорошо исполняют всегда Замечательный композитор и певец Дмитрий Дунаев И здесь же есть казаки, которые сохраняют традиции казачества Есть такой международный экономический казачий союз Вот его представители здесь Они тоже говорят нам, как казаки защищают родину Как они говорят за веру царя и отечества Конечно, у нас нет царя Значит, за веру, отечество и за правду За народ Вот это наши лозунги современные И мы будем их исполнять во имя величия нашей великой России Спасибо, друзья Меня зовут Анна Кондрашова Я приехала из города Жуковского подмосковного Я впервые на таком балу И я очень рада побывать на таком балу Мне очень нравится Атмосфера замечательная Очень весело Люди танцуют И я очень рада осознавать, что в нашей стране Есть люди, которые танцуют И довольно-таки пожилого возраста И очень приятно иметь с ними дело Они очень веселые И все улыбчивые И очень приятно находиться в такой атмосфере Я бы всем пожелала побывать хоть раз на таком балу Добрый вечер Айсина Светлана Петровна Председатель комиссии по развитию и поддержке сферы услуг При мэрии правительства Москвы Я вот на этом балу Императорский бал Уже, если не изменяет память Уже их одиннадцать И с каждым годом С каждым балом Все шикарнее Все более организационная часть Просто бывает Вот с каждым днем Разом все лучше и лучше Очень много пользы приносит это мероприятие Здесь знакомятся разные слои населения Разные слои Москвы И не только Москвы Московской области Россия И очень много здесь бывает зарубежных гостей И всегда Вот каждая встреча с участниками бала Приносит только позитив Только радость И общение И польза И самое главное Что это красота Возрождается то Былое Тех времен Красивые Такие вот бальные Вот эти вот Платья Танцы Костюмы Фраки Ну это на самом деле красиво И на самом деле хочется Так сказать Вот чтобы в Москве Как можно больше было Этих мероприятий И возрождать То самое прекрасное Самое То что было в те времена Старенные времена Возрождать вот это Так сказать Общение Это дорогого стоит И еще хотелось бы сказать Выразить Большую благодарность Семье Журавлевой Надежды Александровны Которая возрождает Вот это Эти мероприятия Которые вот проводят И причем Они проводятся Как благотворительность В Москве Это большая редкость Большое Огромное Спасибо Надежда Александровна Вы Делаете Большое дело Спасибо огромное Я присутствую Я присутствую На замечательном Балу Императорском Я Такие мероприятия Я думаю Что очень нужны Для нашей страны Для России Потому что Это наше Патриотическое Воспитание Это то Что не дает Забыть Нам Русским Людям Что происходит В нашей Стране Поэтому Я хочу Воспользоваться Возможностью И поздравить Всех мужчин С этим Замечательным Праздником И пожелать Крепкого здоровья И самое главное Всем Мира на земле Меня зовут Тамара Я здесь На императорском Балу Впервые Потрясена Красотой И танцами И людьми Особенно Такие красивые люди Красивые глаза Водухотворенные Что может быть лучше У нас Мы занимаемся В нашей школе танцев И вы знаете Каждый раз Когда туда приходишь Настроение поднимается Вверх Прям пышет Спасибо огромное Что жизнь Так прекрасна Меня зовут Нина Я занимаюсь Историческими Танцами Они мне Очень нравятся Хожу на балы Но правда Не так часто Потому что Все свободное Время В общем-то У меня Занимает Моя внучка Вот И занимаюсь Еще спортом Горными Лыжами Теннисом Все это Мне позволяет Сохранять Такую форму Спасибо Мы Первый раз На императорском балу И мы Занимаемся Танцами Еще давно И всем Желаем Заниматься Танцами Никогда не поздно Потому что Танцы Это жизнь А жизнь Это счастье Радость И здоровья И здоровья Меня зовут Людмила Я с детства Мечтала О балах Как любая девочка Мечтает быть принцессой И наконец Мне Моя мечта Воплотилась в жизнь Балы Это красота Это благородство Это изящество Это замечательный духовный мир И вот здесь Женщина По-настоящему И девочка И девушка Ощущает себя Женщиной Женщиной Девушкой Принцессой Королевой И вот Это чувство Я Испытываю Именно на балах Я была На многих балах И в Петергофе На Открытие фонтанов Каждый год Там проходят балы В Большом Петергофском дворце И вот я Была одной из организаторов Одного из балов И Петербургских Извините Во дворцах Петербурга Мы устраивали балы И я была Участницей И в Москве Вот я Ощущаю себя Здесь Очень уютно Хорошо И Радостно Вот наверное Это определяющее слово Радость И Мне здесь Так хорошо Сейчас Такое Замечательное Настроение Спасибо Большое Я желаю вам Всем Особенно мужчинам Поздравляю вас И С Замечательным Праздником День Защитника Отечества Дай Бог Чтобы Вы Никогда не забывали Замечательное Выражение Честь имею Очень Очень Хочется Чтобы Все наши Мужчины Именно Именно Честь имели Здравствуйте Я Елена Пилот Я художник Из Сергеева Посада Это знаменитое Золотое кольцо России Троица Сергиева Лавра Все знают Я пишу портреты Играю на гитаре Может быть В следующий раз Я сыграю здесь Я очень на это надеюсь Я рада Что я приглашена Сюда От спонсора Я очень рада Здесь Здесь Очень красиво Вспоминают старину Балы Знаменитые Спасибо большое За приглашение Здравствуйте Меня зовут Александр Аножкин А Пятом сместер Этого бала Сегодня Я думаю Что За балами Будущее Что Новое Есть хорошо забытое Старое И Балы Теперь будут Во всей стране Во всей России И все будут Радоваться Радоваться И еще раз Радоваться Все Здравствуйте Меня зовут Щепин Алексей Анатольевич Я директор Продюсского центра Волшебная мелодия И генеральный директор Зайского дома Русская березка Здесь На этом балу я уже Третий раз Атмосфера приятная Поскольку встречаешь Старых друзей Находишь новых Как бы Достаточно Непринужденно Можно даже Научиться Потанцевать Которые Инструкторы Тренеры По бальным танцам Замечательные Вот И девушки здесь симпатичные Еще бы Для девушек Побольше мужчин Единственный минус Мужчин два раза Меньше Чем женщин Хотелось бы Чтобы мужчины Приходили на такие Замечательные балы Показывали что они могут И то что не могут Но чтобы учились Новым вещам Вообще Как я уже говорил Здесь Атмосфера приятная Дружественная Душевная Хотелось бы Чтобы такие балы Развивались Учитывали все плюсы и минусы Которые я уже сказал И в дальнейшем Привлекали Очень много Творческой молодежи Не только творческая Вот Желаем вам Развития Счастья Ну а мужчин Поскольку я тоже Служил в армии Поздравляем 23 февраля Я думаю Все женщины К этому присоединятся Спасибо Это был Императорский бал Это был прямой эфир А я так думаю Все